всем привет дорогие наши друзья и зрители нашего канала сегодня у нас солянка сосисками сосиски в тесте все домашние свежие только приготовленные день сосисонов короче нет нет давай-ка тебе 1 не хватит держите всем приятного аппетита у нас также морс сегодня есть домашний все домашнее все вкусно солянка со свежей капустой сегодня пришла одежда для дашиной уточки с алиэкспрессом дашки прям не терпится у кого уточки там есть какой-то такой да 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 ух ты выучила молодец какая так берите в тесте бери или кушайте солянку пробуйте солянка вкусная я бы короче горчичку захотел взять горчичка есть остренькая ты хочешь попробовать юрий сосиску туда как ты так нельзя так остро будет хотя бы на сосиску маленькую много не там чуть-чуть просто очень люблю что горчица с холодцом недавно был холодец надо было риса и не было вот я тоже прям холодец обожаю горчица это просто фантастика сосиской прям как юрку прям вот побольше бери дай-ка подожди вот так берешь на кончике чего ты смеешься он первый раз ее пробуют держи попробуешь понравится эти еще даже не первый раз у тебя смеяться над каждым что ты прям насти все так вот штыки прямо ой настенька какие нежные прям сосисончики ты вот это кусай вот и горчица попробуй вдруг тебе не понравится трюшечка на садяночку кушать мой умничка только проснулся на час обед кстати мы говорим ваш ложки вам дайте может может налить тебе ложку не удобно вилка павляк может налить алёша будет даже может морсиком нет она его не пьет категорически я иногда пью она я тогда варила делала с облепиха она сказала я с облепиха не люблю я перестала в морсе класть облепиху она все равно не пьет для ребенка делать все как она просит все равно она не пьет хоть что хоть это сделает так Юли Тё Паша вкусная солянка? да ну хорошо вкусно я туда поставлю чтоб не мешалась она нет так она вкусная горчица а когда на губы это вообще ужас у нас Паша кстати болеть не будет он морса очень любит он пьет каждый день по многу ну как по многу ну пару кружек а Даша горчицу любит она тоже болеть не будет а она что каждый день ест эту горчицу ну хотя бы и надо вот села за последние полгода вот поела она очень острая а горчицы тоже злоупотреблять нельзя нельзя нужно есть микродозами по чуть-чуть ааа что у нас случилось? жгёт 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 ты больше не будешь горчичку? ну всё хорошо знаете какое у нас правило во время еды? кто знает? вот никто не знает у нас нет вообще правил я знаю какое? я не скажу а ты не знаешь я знаю у нас самое главное правило во время еды тщательно пережевывать пищу как насчёт тогда я ем я глухой нем? я при чём здесь это можно разговаривать и долго жевать нет самое главное это же пережевывать чем дольше ты живёшь тем дольше у тебя работа желудочно-кишечный тракт тем лучше еда усваивается тем лучше усваивается всё необходимое для нас а то у нас как дети жуют порой ошарашиваешься Настя сосиски в тесте очень вкусные очень солянка тоже прям я рада просто капусточка получилась очень нежная я очень рада что вам нравится но мне ещё больше бы нравилось если бы вы пережевывали пищу тщательно не всё самое долго-долго а вообще когда вот кушаешь что-то желательно чтобы вся пища была максимально измельчённая тем лучше она чем лучше измельчена тем лучше она усвоится большими кусками ну короче говоря вы всё поняли что я хочу сказать вы всё поняли я поняли это важно очень ну чё на выходных хочу шлычки сделать ещё по утрам морозно Лёша ему проблематично там будет сегодня мы вышли такой мороз на улице теплые это для тебя теплые Алёшка-то маленький он не может носиться бегать он чуть побегает и устает вот мы погуляли минут 25 и прям носы все красные сейчас ещё потеплеет и будет вообще красота ух ты ты меня удивляешь сегодня ну он любит вообще что у тебя сосисок туда под? соляночку спасибо и всем пока посмотри ничего не съела а Даша она на диете сидит не сосиску не солянку вообще ничего слушай а ты тебя не полностью кормил? Лёшку посмотри а? тебя никто не кормил на улице? нет ну посмотри вообще ничего не ест я не знаю в чём делать у меня никто не кормил у неё диета тебе подложить сосисок? нет она не объелась не знаю как ну объелась да объелась мы рады очень за тебя ммм Нёшка только взял на высоте 100% что-то не ела тесто она по-моему еще с ест не знаю точно во-первых наверное это всё таки так организм её детский требует ну то есть не раньше она больше ела согласись? Намного. Что-то с ней резко, резко желудок сузился. Еще соляночки. А заметь, я тут морковки я много положила. Натерочки, натерла. Не, будешь еще солянку? Не хочешь? У нас Леша только-только проснулся. Прямо перед съемками. Он почувствовал, что мы сейчас будем сниматься без него. И проснулся. Соляночка просто вкусная, очень. Она остыла, правда? Солянка, оно такое блюдо. То есть его можно и таким. Она не холодная, это во-первых. Просто оно не горячее, остывшее. У меня вот такие тоже солянку до витрожи. С курочкой, да, наверное? Нет. А с чем? Наверное, фарш там, как обычно, да? Наверное. Так мелко мяско они там, помню. Тут Настя меня на днях удивила. Хочу свиной шашлык. Прям хочу. Почему-то у нас в садике, а почему-то солянка вкуснее. Не знаю почему. Ну хорошо. Крест к чему стремится? Вкуснее, да вкуснее. Что ты просишь? Посидку в тесте. На. Я ему даю тесто. На. В садике сюда все вкуснее. Ну ты же это не съел еще. Съешь, да. Леша, скушаешь? Мама тебе еще даст. Я думала овощную рагу приготовить. Но мясо не замочила. Солим на ночь. Говядину. Решила на потом отложить. Больше не хочу солянку. Ну все, наелся, так наелся. Сотяшка вкуснее. Тебя никто не заставляет. Может подлить тебе? Да. Ой. Кто как умеет, тот так и готовит. Я умею и там готовить. Настя, кто-то вообще не умеет готовить, поверь мне. Кто-то просто вот макароны варит и все. Полуфабрикаты, знаешь, уже готовые, которые надо там. Ну ты на меня там порой сравниваю там с какими-то там. Вот, а у нее стол такой, не то что у тебя, вечно там пусто, там какая-то Г, там М, Д, М. Извините. Потому что гораздо, как умеете, так пытает. Сейчас же мы живем век полуфабрикатов. Особо готовить они найдешь, готовая, покупаешь в микроновку, засовываешь, загреваешь, на стол выкладываешь и все готово. Но мы, мы вообще не едим полуфабрикаты. Мы не сторонники такой еды. Лучше самому. Особо готовая фабрикаты. Или мешки. Фабрикаты там полуготовая уже продукция, которую надо либо пожарить, либо сварить, либо просто разогреть. Я оправдываться не хочу, но я на кухне каждый день постоянно что-то готовлю. Я не по одному блюду на день. Возможно, эти блюда не такие вкусные, как вот вам хотелось бы, как вот в ресторанах, куда-либо там в кафе где-то, допустим. Да, ну это домашняя еда все равно, но это лучше, чем где-либо. Знаешь как и что. По крайней мере, если на стараюсь, готовлю. Семью-то надо кормить. Я же не могу каждый день кременьем замороженными. Молодец. Или лапшу запаривать. Мужчинка какой уже вымахал. Все равно с опытом все приходит. Будешь готовить все с опытом. Придет со временем. Я вам скажу, что несколько лет назад Настя выпечку вообще не умела никакую делать. Ну так, пыталась что-то. Я просто не делала. Да. А сейчас у нее прям прогресс колоссальный. Ну да, особенно по пирогу, который был последний. Нормальный пирог. Надо было его ночью постоять. В идеале такой чизкейк, а мы его... А мы же еще его не оформили. Вы еще увидите этот пирог. Мы поторопились, он растекся. Но на утро он уже был застывший. Там то, что осталось. Я сразу говорю, что надо подождать. Ты еще хочешь? Не знаю. Бери. Да бери, бери, если хочешь. Шосиску хочешь еще? Ну ладно. Ну ешь, что ты. Когда разница. Какая разница. Что? Морсик? Ладно. Уговорили, да? Скорбильная. Сем. завтра рагу сделаю если хотите я думаю делать не делать у нас там творог наш вареники с творогом сделать но это может быть час замочить все что я купил на выходные мясо до завтра замариновать чтобы они прям пару дней хорошо так постояли промариновались не на выходных так ты смотришь на этом ну давай замочим ты все равно рагу будешь мясо замачивать просто взять большую кастрюлю влезет посмотреть давай я не буду рагу завтра делать у нас же там еще сардельки можно со спагетти там с чем-нибудь а рагу я уже потом сделаю убежит это не задашь это идешь до солянку мы не часто делаем но все сюда можно было и квашину либо это торопилась раньше ты добавляла кстати кошмар или не разморозила просто еще как сделать еще на завтрак хватит похож сейчас будете писать это не солянка ну пускай тушеная капуста так называем солянка это сборная с маслинами с теми делами куча колбасы знаешь вот почему-то мои родители тоже с детства я как бы привыкся а вот именно вот эту сборную солянку мне родители никогда не готовят да и мое понимание как бы это вот эта солянка то что вести суток будет здорово точно она тебя подбирала у рёши тут это чей пашин подарок на двадцать третий лёши мой лёши лёшина машинка лёша у тебя машинка это моя машинка твоя шоколадка там а ты чё думаешь а шампунь никого твой один лёшин шампунь для волос вот это лёшин вот это мой бибика ооо а тут чё у нас смотри тут в шампунях дали какой-то подарочек что это за подарочек а это изучать транспорт а вот это лёшки смотри пашка как это всё знает где вертолётик где кораблик какая хорошая это надо повырезать картиночки это баба люда подарила баба люда подарила давай это подарок от баба люда тебе там еще шоколадку она подарила где-то холодильник наверно мама это гель для душа это санкт-петербург выбрасывать лёша где твоя машинка новая выбрасывал очки не принесешь ну да пусть он выбросит бедно варим он у нас и мусор выносит до этот до коридора а машинка где машинка лёша тяжеленный пакет так он вон эти буты бутылки 5 литров уже хватает лёша тяжело положим нет упирается где машинка я машинка ну да это пожарная машина трактор как паровоз трактор трактор это выхлопная труба или на паровозик похож на вагончик пожарная машина на иди картиночки потом повырезаем ну чё ладно сейчас помолимся наелся что сюда клади в тарелочку я сказал когда мы снимемся ну что ладно дорогие друзья будем заканчивать сегодняшний обед до скорых встреч ставьте лайки ой лёшка и скоро увидимся пока-пока пока-пока а а